В прошлых сериях мы посетили с вами Ливан. Ссылки на выпуски найдете в описании к видео. Буду краток, потому что здесь находиться из-за воне просто невозможно. От этой грязи и жести я побежал скорее в Иорданию, в надежде увидеть что-то приятнее. Но и здесь все далеко не так, как нам показывает телевизор. Это что такое вообще? Это как? Худшие отели с ночными концертами сумасшедших, протесты, грубые местные жители. Меня реально расстраивают люди. Ну где это делать? Why? А также прекрасные места и наоборот, именно те, на которых без меня вы бы не узнали. И самое жуткое, что на фоне всего этого город. Большое спасибо, если поставишь сразу лайк и давайте уже наконец смотреть. Привет, я Мага. Это видео я хотел бы начать с небольшой благодарности, потому что я сейчас вообще должен был застрять в Ливане, тупо неизвестно насколько. Потому что мои сирийские планы просто развалились. Кто смотрел предыдущий ролик, понимает о чем я говорю. Но нашлись люди, которые помогли мне с билетом. Я знаю, вы сейчас это смотрите, вам огромное спасибо. Я в аэропорту, путешествую все-таки быть. Мы летим в Иорданию. Так что всем желаю приятного просмотра. Что ж, 60 баксов стоит виза. Только она выглядит не просто как печать, печать ставит рядышком. Сама вот эта херня за 60 баксов, она в пластике даже. У меня есть 5 баксов, это 3 местных валютки. Билетик на память. Я все-таки летел таким неплохим классом, скажу вам. Меня очень долго юзали на границе, типа где-то останешься. И как обычно я воспользовался такой херней. Забронировал отель, затем разбронировал. Но между этим делом распечатал. Мол, будто бы у меня есть бронь. Обычно я снимаю страну около 3 дней. Но в Иордании я буду 15 дней, 2 недели. Чем я буду здесь заниматься? Показывать вам прекрасные туристические места? Нет. За этим вопросом не ко мне. Я мага. Я вам покажу ту Иорданию, о которой вы даже не подозревали. О существовании которой ранее не знали. Мне предстоит долгая ночь в аэропорту. А завтра с утра начинаем. Иордания максимально странное место. Сначала я подумал, что 15 дней это чересчур много для пребывания в одной стране. Но позже понял, что в самый раз. В самый раз, чтобы разглядеть всю красоту и, мягко скажем, обратное. На первый взгляд в стране абсолютно все наоборот. И поверьте, мои слова имеют смысл. Давайте обо всем по порядку. Мои оставшиеся 3 динара или 5 баксов я решил потратить все на хостел. То есть после Ливана перезарядиться, помыться, постираться. Обязательно. Весь день почти я потратил на поиски хостела, который здесь можно найти за эту цену. За 5 долларов. Парам. Здравствуйте. Сейчас я вам покажу, как работает здесь. Почему я вообще искал весь день сегодня хостел? Потому что они указывают на букинге одну цену. Но когда ты приходишь, ты видишь прекрасные двери, отличные номера. Но есть всегда специально отведенная дверь. Да-да. Именно она. Которая ведет к тем номерам, которые указаны на букинге. Эти дороже. Вот здесь дешевле. Да. Поднимаемся. Вам понравится. Та-да. Мы на гребанной крыше. Да. Узнаете мои черные шмоточки? По сути, грех жаловаться. Да. Здесь может быть немного... Я не знаю. Мне здесь нравится. Окей. Но самое главное, это прекрасный вид. Посмотрите. Музычка. Магазинчики. Дорога. Я не знаю. Здесь можно просто остаться на этой крыше. Фотографировать. По сути, есть все. Люди, атмосфера, музыка. Местами. Но самое интересное в этом моменте... Отнюдь не это. Вот таким способом мне приходится уже второй заход стирать вещи. Потому что стирка здесь стоит бешеных денег. Один килограмм, ну, десяти баксов. Причем они даже не разрешают помыть вручную. Поэтому приходится принимать тушь. Типа воду выделяют на две минуты. Приходится вот так вот затоптывать шампунем, мылом. Я за свою жизнь много нелегальных вещей делал. В Чернобыль уходил. В Байконур. Космические корабли, да? Но чтобы нелегально постирать свои шмоточки, такое могло произойти только здесь. Да, ну и раз начали, давайте я вам покажу номер. Итак. Та-дам! Вау! Получилось. Защита уровень бог. Ну это ладно, полбеды. Мне нравится окно. Знаете, такой привкус средневековья. На хер стекола вообще ничего не надо. Хлоп и все. Розетки. Это мне вообще прям нравится. По кайфу. Самое главное, что заряжает. Надо во всем искать хорошее. Даже если ты в задницу. Я не считаю, что я в задницу. Это прекрасное место довольно-таки. Поэтому... Ждем рассвета. Нет, не рассвета. Я хочу выспаться на самом деле. Но ждем рассвета и выдвигаемся. Я чуть белку не словил. Час ночи, начало второго. Орет музыка, слышите, да? Еще параллельно какое-то мудило. Микрофон орет. Самое прикольное, что типа, как бы, полвторого ночи. Мы в самом центре. Центр уже спит. Это не гулящик, а это в улице. Нет. Вот просто посмотрите. Спокойный центр. Все бодро. И просто какой-то мудак. Развалил весь центр. Это что такое вообще? Это как? Спустя аж полтора часа его концертов только приехала полиция. Я правда не знаю, как комментировать эту ситуацию. Ибо мы находимся в самом центре старого города. На улице глубокая ночь. Полиция нехотя сопровождает его еще метров 200, а затем и вовсе расходится. Хозяин хостела говорит, что такие концерты здесь не такая уж и редкость. И вообще, откуда у бездомного аппаратура? Просто сотни вопросов в голове, ладно. Давайте лучше двигаться дальше. По изображению на стене вы уже поняли, что мы находимся в школе. Да, это немного странно, но сейчас не об этом. Женщина, что в кадре справа, идет к директору, дабы спросить разрешение насчет моего пребывания здесь. Очень атмосферные школы, но, к сожалению, снимать нельзя. Хэллоу. Хай-хай-хай-хай. Везде какие-то граффити. Вот так может позволить себе выглядеть старшеклассник. Дети помладше ходят исключительно в форме, причем у каждой школы своя. У кого-то отличительный знак – это футболка с гербом. У кого-то целиком форма одежды та, что вы сейчас видите на экранах. Бедные дети. Снимая эти кадры, мне пришлось провожать их почти до дома. Надеюсь, не заставил их понервничать в первый же учебный день. Да-да, вы не ослышались. Первый учебный день. Учитывая, что на момент съемки у меня 6 октября. Именно в этот день, 6 октября, завершилась месячная забастовка учителей. Полтора миллиона школьников вернулись в учебные классы. И все потому, что бастующие добились своего. А именно повышение зарплат на 35-63%. В зависимости от ранга преподавателя, конечно же. Без повышения зарплаты преподавателя составляет 450-700 долларов. Что для ярдании крайне мало. Поэтому после уроков учителя таксуют или работают в доставке. Почему я говорю в настоящем времени, а не в прошедшем? Потому что нововведения вступят в силу лишь с начала 2020 года. Во время протестов многие родители не пускали детей в школу в поддержку учителей. И не только по этой причине. На улицах творился хаос. Толпа свыше 20 тысяч человек перекрывала все проезды. И каждый день новостная лента уведомляла о новой порции пострадавших. Одним словом, революция. Которая, к слову, считается исторической. Ибо повлиять на решение правительства в этой стране крайне редкая ситуация. Собственно, что и произошло этой осенью в Иордании. Для справки, всего за сентябрь и октябрь 2019 года в 16 странах нашего мира проходили забастовки учителей. И далеко не всем удалось выйти из них победителем. Помимо песчаной массы, под ней я подразумеваю город. В центре есть район, который, скажем так, довольно знаком нам стилем. Европейским стилем. Улица выглядит примерно так. Да, это шикарно. Я бы даже сказал более. Здесь очень чисто, прекрасно. Но именно сюда я пришел для того, чтобы не восторгаться, а кое о чем с вами поговорить. Подавляющее большинство стран мира могут похвастаться своей столицей. И Иордания далеко не исключение из списка. Только вот, глядя на все это великолепие, задаешь себе вопрос. Что же стоит за всей этой красотой? Его величество король иорданского хашемитского королевства. Да. Именно так звучит официальная форма обращения к мужику, в чьих владениях я сейчас, собственно, тусуюсь. Прошу прощения, не во владениях, а в стране. Нет, снова не то. Да, в королевстве. Именно королевством они себя называют. Прикиньте, не президент, а король. Не страна, а королевство. Давайте немножко подробнее о короле. Справка. Абдалла Ибн Хусейн II. Глава государства, пользующийся полной неприкосновенностью от любой обязанности и ответственности. Он же является главнокомандующим сухопутных, морских и воздушных сил. Он же объявляет войну и заключает мир. Может распустить палату депутатов и сената, ровно так же, как назначить их на должность. Валюта, понятное дело, должна чеканиться от имени короля в соответствии с законом. И ни один смертный приговор не может быть исполнен, кроме как после утверждения короля. Все я это к чему? В отличие от королевы Англии, к примеру, функция которой невелика, Абдалла II очень-таки заправляет страной. Уже, к слову, в течение 20 лет. Учитывая, что срок его полномочий пожизненный. Я понимаю, королевство, все дела, но в адекватном мире как? Цена соответствует качеству. Не так ли? Цены. Довольно ядовитая тема, но настолько контрастная, что именно удивляюсь не от цен в центре, а от контраста цен в одном и том же месте. Допустим, типичный турист приезжает в Москву, да, с Волгограда. Что он покупает первым делом на вокзале? Шаву и пивко. Поскольку это обходится, примерно 5-6 баксов максимум. Здесь вы можете купить этот великолепный набор за 17 долларов. 17 баксов, я не шучу. Пивко стартует от 5, а шаву я видел за 10. Причем это не тот ковер-самолет, который мы привыкли видеть на том же вокзале Москвы. Это такая небольшая фензиклюшка, по запаху приятная, на вкус пока не знаю. Но буквально на следующей улице мы можем найти шаурму за 2 доллара. Главное искать. Я не зря заговорил про соответствие цены и качества, ибо один лишь въезд в Иорданию стоит 60 долларов. И я молчу уже про общий прайс в стране. То есть ты вываливаешь крупную сумму, а по итогу приезжаешь в типичную грязь. Это очень атмосферные улицы, серьезно, мне дико нравится, но грязь, ссаная грязь. И я не подбираю для вас какую-то специальную улицу, которая грязная. Нет, я просто прогуливаюсь, но стараюсь не обращать на это внимания, потому что в прошлом выпуске посвятил очень много эфирного времени мусору. Но там была проблема глобальная. Здесь же я не понимаю причин. Менталитет, это уже тогда другой вопрос. Это уже совсем иная история. До последнего не хотел поднимать вопрос, пока не пообщался с русскими туристами, которые приехали отдыхать сюда с детьми. И сравнили Иорданию с Индией. Я думал, что тема мусора будет закрыта в Ливане, но, к сожалению, и здесь мы натыкаемся на нее вновь. Хоть и признаться, мусор это далеко не первое, что реально тревожит. Люди. Меня реально расстраивают люди. То есть я здесь нахожусь двое суток, и, возможно, еще рано судить, но обычно по приезду через сутки нахождения в стране я всегда уже делаю выводы. Я примерно понимаю, что меня ждет в этом путешествии. Здесь я натыкаюсь на такие взгляды постоянно, что я чувствую себя некомфортно. Они встревожены, осторожно, недоверчивые. И буквально пару часов назад через подругу хотел вымутить себе здесь ночлег. И она пишет, Влад, мне очень жаль, но он говорит, что никто к себе тебя не пустит, потому что ты из другой страны. Вот сообщение, да, что его никто не сможет принять, потому что он из другой страны. Пусть ищет в гугле дешевый хостел. Возможно, я даже опровергну это все. И встретятся прекрасные люди, дай бог. Ну, бля, это делать, бля. Why? What? Что вот? Что вы меня держите? Ну, а без причин, конечно же, такого недоверия не может быть. Причина существует. Два теракта за 2016 год. В 2017 году задержаны 17 человек, планирующих атаки на полицейские участки и места торговли. То есть, на центр города. Также в недалеком 2018 году прогремел взрыв. И знаете, что самое интересное? Что здесь статистика опаснее и серьезнее, чем в Ливане. Я это говорю все не с целью запугать. Конечно, нет. Иордания набита туристами и в целом безопасна. Только вот случаи бывают. И о них должны предупреждать ваши туроператоры. Что они делают крайне редко. Даже когда их об этом и просит Ростуризм. В общем, что бы это за страна ни была, просто перед поездкой полистайте новости. И будете спокойнее. Вы понимаете, уже где я, да? Обзорная площадка. Вход, безусловно, платный. Но мне почему-то кажется, что сюда можно пройти спокойно. Ну да. Главное быстро работать. Всем спасибо. Я хочу увидеть город сверху. Сейчас, я серьезно, я сейчас запутался нахрен в своей же голове. Потому что я нахожусь, представьте, это возвышенность, холм в центре Амана. С абсолютно любой стороны мы можем наблюдать. Я не знаю, к какому виду идти сначала. Потому что красиво абсолютно везде. Так, что я несу? Что я несу? Вот это я понимаю. Вот это да. Оцените. Если от смотровой мы поворачиваем направо, в углу, то мы попадаем в небольшие... Нет, трущобы не назову, просто жилые домики. Киси-киси-киси. Для меня такая-то самая атмосферная улица, которую я сегодня видел. Представьте, насколько же красиво встречать рассветы, провожать закаты в этих местах. Вот это именно вид не со смотровой, а улиц местного населения. Какой-то праздник был, видимо, недавно. Класс. Класс, да. Вот отсюда то, что надо. Понимаю, на смотровой мы видим вокруг и больше, но отсюда ты чувствуешь какую-то жизнь. Отсюда вид из окон и улиц людей, которые здесь живут. Создают семьи и... К чему слова? Смотрите. Друзья, хочу поделиться с вами одним новым проектом, участником которого я теперь являюсь. Называется Рой Клуб, платформа для заработка на криптовалюте, на которой в месяц вы можете заработать до 29%. Причем такой доход просто на пассиве, если вы вообще ничего не делаете. Прикиньте? Проект работает уже год и платит абсолютно всем. У него нет никаких долгов. Это не какой-то однодневный хайп. Деньги можно вывести в любых количествах и в любой момент. Можно зарабатывать еще больше, привлекая рефералов, вкладывая в бизнесы и участвуя в других программах. Это, кстати, мой личный кабинет в Рой Клубе. Только месяц назад я закинул 100 монет, а теперь у меня на счету уже аж 137. В общем, рекомендую Рой Клуб. Можете прямо сейчас по ссылке пробежать, кликнуть, зарегистрироваться и уже сегодня начать зарабатывать вместе со мной. Описание мне задам под видео. Что ж, доброе утро. Еще раз огромное спасибо семье, которая меня сегодня приютила. Мое утро начинается с похода в министерство. Да, я для вас заготовил одно место, но для этого нужно получить как минимум аккредитацию. Надолго в министерстве я не задержался. Всего 15 минут, которые чуть ли не сломали мою поездку в целом. Точнее, не поездку, а морально меня. У меня в этой поездке было 2 цели всего. Всего 2 цели главных. Сирия и еще одно место. Я не попал ни в Сирию, ни во второе место. Для того, чтобы туда попасть, нужно пройти кучу комиссий. Комиссии фильмов этих. Потом показать все видео. Господи, как это все скрываете? Ничего я не хочу. Просто второй удар. Второй удар. Понимаете, я готовился раз. Думаю, ладно, с одним не получится, вторым получится. На тот момент я не хотел признавать свою главную ошибку, что в такие места надо получать аккредитацию заранее, а не рассчитывать на нелегальный поход. Собственно, и взорвало меня по той причине, что нелегалам здесь никак. Иордания полностью перекрыта заборами и колючими проволоками. Точнее, те места, о которых туристу знать не надо. Маршрут путешествующих строго начерчен. А место, которое я хотел показать, и, кстати, покажу лишь потерпеть, не просто лагерь беженцев или очередные трущобы, нет. Это место, которое ужасает, поражает и больше всего восхищает. Понимаете, есть большая разница между местами, которые я хочу показать для блога. Ну, к примеру, вот я приехал на Мертвое море, окей, ну вот, гляньте, оно здесь есть, оно прекрасно, по факту, все. А есть места, которые я хочу увидеть лично для копилки моей жизни. И в эти места всегда трудно попасть обычно. Я разозлился сейчас, просто решил дать себе 15 километров пешком, чтобы успокоиться, потому что внутри меня столько демонов, все в прошлом, я уже вышел из города. Натыкаюсь на какой-то небольшой лагерь. Издалека вижу, что здесь существует жизнь. Я вижу, что сушатся вещи, стоит какой-то трактор. Не знаю, либо это рабочий, но я слышу детский голос. Возможно, это небольшой лагерь беженцев. Итак, глушу камеру и пытаюсь посмотреть, что это за место зайти. Моя имя Влад, я извиняюсь. Продолжение следует... Спасибо. Моя имя Влад, я Влад. Здравствуйте. Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, Влад. 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 Влад, да. Здравствуйте. Влад. Еще какое-то время с помощью офлайн-переводчика я интервьюировал этих людей, а после мне удалось краем глаза взглянуть на их жилище. По логике сначала надо вам сказать, кто эти люди, и только после показывать, как они живут, но мы сделаем наоборот. здесь люди спят это бизнес, деньги, деньги good luck это оказывается лагерь палестинских беженцев весь он прям расположился вот у нас город и сразу же здесь расположился лагерь люди здесь уже находится 6 лет за 6 лет дома не получилось перевести в порядок внутри просто на полу какие-то мешки выделили им слава богу дали дали скот красные кресты или другие гуманитарные организации и они хотя бы могут уже развивать свое дело если вливание в трущобах еще дома были здесь прям на улице жуткое зрелище и самое жуткое что на фоне всего этого город хоть и картина это мне уже довольно знакомо привыкнуть и не испытывать никаких эмоций не выходит подобные селения по стране везде и беженцы не только сирии еще и палестина ирак количество беженцев здесь проблемы на государственном уровне и вместо того чтобы сейчас грузить вас цифрами я расскажу вам о том самом месте это это просто до мурашек приготовьтесь лагерь беженцев аз-заатари расположен всего лишь в 70 километрах от столицы иордании он был открыт 28 июля 2012 года и уже через месяц его население составляло 15 тысяч человек нас уже так много разве можно обо всех позаботиться мы мерзнем у нас нет электричества нет памперсов для двоих моих детей через неделю поступило еще 15 тысяч через два месяца еще 15 затем еще и еще сирийские беженцы прибыли в иорданию страну с ограниченными ресурсами переживающую самый сложный экономический период за всю свою историю несмотря на это мы предоставили им все что могли но если число беженцев продолжит расти нам будет крайне сложно им помогать шло время ситуация в серии накалялась и в марте 2013 года лагерь насчитывал свыше 156 тысяч беженцев никто никому не помогает хотите достать хлеб держите при себе нож чтобы сражаться за него здесь царит хаос я провел в этом лагере три дня но после всего увиденного я возвращаюсь в сирию там убивают но здесь с нами обращаются хуже чем животным на тот момент это было ужасное место для десятки тысяч людей были просто никому не нужны лютые зимы забирали жизни болезни и вирусы бегающие по лагерю голод песчаные бури и это только начало списка всех бед этих людей с годами лагерь разрастался но не в плане количества населения а в плане инфраструктуры сегодня по данным оон в лагере разместились семьдесят восемь с половиной тысяч сирийцев и даже несмотря что это в два раза меньше чем на 2013 год за отари является самым большим сирийским лагерем для беженцев во всем мире или девятый по величине город иордании из общего числа населения только 18 тысяч детей в возрасте до 4 лет столько же от 5 до 11 лет и того и 55 процентов населения лагеря это дети на сегодняшний день это давно уже не лагерь а целый город со своей инфраструктурой 32 школы 58 общественных центров с 2017 есть своя электростанция конечно электричество не круглосуточная но это лучше чем в полной темноте ежемесячное пособие беженца 32 доллара многие занимаются своим небольшим делом внутри города есть роддом и даже загс по сути всего хватает но все же мы просим только об одном мы хотим вернуться домой мы хотим вернуть себе чувство собственного достоинства и больше ничего безумно поражает как на месте пустыни появился целый город со своей канализации электростанции и даже системой водоснабжения могло быть намного хуже но спустя время люди уже организовывать жизнь себе сами хоть и не без помощи со стороны свыше 40 организаций распределили обязанности и каждый отвечает за определенный сектор сотни волонтеров десятки стран с гуманитарной помощью и миллионы долларов из казны иордании и это еще не все рядом за отаре размещаются еще четыре подобных лагеря по численности населения некоторые в два раза меньше и все же кстати регулярно лагерь посещают звезды мирового масштаба дабы привлечь еще больше внимания международной общественности к тяжелому положению сирийских детей столько херни произошло что я даже не знаю с чего начать давайте по порядку меня забирает к эта машина молодежь 4 пацана мы начинаем движение и тут водитель узнает что нет денег начинают все кричать возмущаться и они меня отвозят к ментам они меня тупо сдают в полицию на полном серьезе извините это уже фрагменты следующей серии в которой собственно я раскрою суть местного населения и попаду в кое-какие передряги а сейчас если хотите поддержать этого парня то ткните лайк и поделитесь роликом соц сетях что ж всем спасибо за просмотр с вами был как всегда мага скоро увидимся обнял вот полы вот полы не на и open the door вот айду на киеве вот айду руки начинают сдуваться обезвоживание пошло ну скажем так у нас вроде стоят такие здания какие же они трудные люди и и